Ввиду два гиперкоба АН и БН конкурентны в том и только в том случае, когда конкурентны между собой элементы более низких размерностей. Аналогичное свойство работает и для слоев, определенных выше. Вот это вы видите, уважаемые коллеги, тождество. Даже по принципу размерности можно сделать вывод, что поэлементное тождество должно соблюдаться, независимо от масштаба. Сфокусируем свое внимание только лишь на одной из осей. Для чего? Рассечем гиперкоб на 2Н идентичных гиперпирамиды. Здесь вы видите соотношение объемов и ребра, описываемые линиями. Эта фигура, конечно, симметрична, исходная, гиперкоб. Поэтому достаточно сосредоточить внимание на одной гиперпирамиде. В случае плоскости речь идет о трапециях. Легко убедиться, что для произвольно зафиксированных слоев и ижи всегда можно подобрать соответствующий масштаб. Таким образом, чтобы можно было уложить множество слоев из большого куба в малом кубе. Для плоскости это работает всегда. Платок я вам уже демонстрировал. Вот он еще раз. Но для трехмерного пространства и более такое условие сводится к решению целой системы уравнений. Здесь вы видите, эти уравнения взяты при беноминальных коэффициентах. Два и более слагаемых. Обязательно целое число раз. Иначе будет нарушена сама геометрия фигуры. Или у нас будут частично заполненные слои. Или возникнут разрывы, антипод непрерывности. Одним словом, здесь целое число требуется. На самом деле, эта система уравнений неразрешима даже в действительных числах. В чем легко убедиться? Убедиться можно на основе трехмерного случая. Как мы помним, в трехмерном случае мы сравниваем слои степени не выше, чем 2. У нас возникает система из двух уравнений. И из этой наглядной геометрической интерпретации следует, что один из катетов треугольника обязательно должен быть равен нулю. Легко это обобщить на многомерных случаях. В теореме Ферма уже доказана. Причем она доказана средствами знания, которые изучают на курсах средней школы. Что касается строго математического доказательства, то вместо перемещений гиперкубов, которые элементарных гиперкубиков, единичков степени n, которыми мы постоянно оперировали, и что было допустимо с позиции 2300 лет назад, как я уже говорил, геометрической алгебры, Но можно применить функции и операции над множествами. Утверждается, что функцию эквивалентности в иномерном пространстве построить невозможно. Соблюдая принцип симметрии, обратите внимание, что вот эта функция, которая работает над каждым элементом нашего универсального множества, то есть большого гиперкуба, она состоит из суперпозиции отношений g и h, где мы подразделяем перемещение или эквивалентности внутри, в пределах одного слоя и между слоями. Когда совершается операция между слоями, то в этом случае исключает, обязательно нарушается симметрия. Почему? Потому что можно обратиться к множеству классов попарно сравнимых элементов. Вы здесь видите, это фактор множества. И мы помним об условии, что обязательно только в пределах одного класса происходит, соблюдается вот это равенство. И в этом случае для обеспечения соотношения между мощностями множеств, нам необходимо принимать во внимание геометрию фигуры. Класс разбиения – это уже знакомые нам элементы, которые были выписаны. Это аналог точки, это аналог отрезка и так далее. Внимательный взгляд на сечение матрешки показывает, что гиперповерхности подобны, а слои нет. Я предполагаю, что толщина каждого элемента этой матрешки равна единице. Вот если бы геометрические размеры и толщин также увеличились слоев, тогда можно было бы говорить о подобии. Но это не так. Поэтому выводим важное свойство. Никогда нельзя отыскать… То есть это антипод геометрического подобия. Первое правило для слоя. Второе – отсутствие свойства аддитивности, мощности или, соответственно, объемов слоев. Есть еще интересное свойство. Для случая n больше 3, когда мы имеем дело вот с такой фигурой, это кубик с выбитой вершиной, то здесь, как вы видите, эта фигура, она не зависит безразлично к любым трансформациям, к любым преобразованиям, которые мы над ними совершаем. Если посмотреть на эти множества, то нельзя множество слоев преобразовать в куб в силу конфликта размерности. Слева вы видите фигуру размерности n, справа – n-1. Внимательный взгляд на теорему Ферма показывает, что перенос одного слагаемого в другую сторону как раз фокусирует эту проблему. Слева вы видите множество слоев размерности n-1, справа – фигуру, соответствующую формуле, которая имеет размерность n. Слева вы видите фигуру, которая не обладает свойством симметрии, и эта фигура имеет неустранимый дефект симметрии, подобно тому элементу, который я вам показывал. Справа вы видите симметричную фигуру. В результате мы имеем дело с противоречием опоре, как было принято говорить в Древней Греции. Это значит, что не существует тройки целых чисел А, Б и Ц, удовлетворяющих условия великой теоремы Ферма. Я попытался, уважаемые коллеги, вот это доказательство сформулировать в виде базы данных для ИВМ, где каждая строка этой базы данных соответствует ссылка на фрагмент электронной книги. Здесь литература и источники, и на этом у меня все, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание.